Но если её летать на ней, я вообще не представляю, как это. Наверное, это очень круто. Мне нравится, классно. Спасибо. Вот мы покушали, наелись и дальше готовы стоять и рассказывать. Стоять и рассказывать. Может, ездить будем, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно, сегодня продолжаем рассказ. Сейчас пойдём у ракеты рассказывать, как он ездит и летает. И все устали, но всё хорошо, отлично. Отличная техносреда. Ну, в нашем прибавилось с одним пилотом больше. Здравствуйте, молодой человек. Как вас зовут? Коля. Коля. Ну, как вам беголет? Хотел бы на таком садике ездить или в школу? Хотел. Хотел? Ну, вот. Вот папа, пускай готовится купать, да? А ты? Как тебя зовут? Миша. Михаил. Ну, Михаил. Чувствуешь себя космонавтом или пилотом шаттла? Совсем. Я пилотом хочу быть. Ну, вот пилот. Управление такое же, как в самолёте, абсолютно. Нажмой. Она летает. Она ездит и летает, понял? Ну, что скажешь? Прикольно. Прикольно. А это зачем? Это газ. Не двигается. Она просто газует. Газ и тормоз там. Друзья, у нас завершающий день. И, конечно же, здесь есть и даже люди с ограниченными возможностями. Но вы представляете, что он творит? Вы даже представить не можете. Смотрите. Игорь. Приветствую, Игорь. А? Скажите, пожалуйста. Кому что сказать? Это мой канал, Бегак ТВ. Мы с вами оба изобретателя. Ага. Скажите, вот когда вы погружались под воду и лазите на вершину, что вы чувствуете? Я чувствую жизнь. Вы сильнее, чем просто многие здесь. Я чувствую грязь так жизни. Я чувствую мотивацию, драг, позитив. И чувствую то, что это приносит также помощь другим людям. Чтобы не упасть с духом, чтобы не быть в депрессии, ни в чём. То есть, это освобождает меня от многих болей. Для меня лучший врач – это я сам. То есть, мои увлечения, лечить лучше любого врача, как говорится, ну, не очень, не менее. Дают мне дополнительное, так сказать, внутреннее лекарство, которое помогает жить. И те вперёд, стремиться к чему-то, что-то совершать, то, чего нет, это же интересно. Как это придумать для себя, как меню для женщины, которая стоит на кухне. Ну, вы настоящий пример самоотверженности и таланта. И просто показываете, что невозможное возможно. Во-первых, это поезд, да, поезд того, что необходимо. Мы же радыше тому, что что-то придумываются. Там новые сотики, мобилы новые, там, ноутбуки. Здесь также для альпинистов или для ребят с инвалидностью, они теперь будут видеть, что можно подниматься на высоты. Вот это подняться. Потому что есть горные парки, очень красивые места. То есть, сейчас методика отработана по альпинизму. Это возможно, и легче поднять человека с инвалидностью. Но он сам научился. Правильно? То есть, еще раз доказываю, что нет ничего невозможного. Спасибо. Боего желания. Успехов. Скажите пожелания зрителям моего канала. Хочу пожелать всем. Есть закон 3У. Чтобы был успех, нужно упорство. Упорство приходит удача, и потом будет успех. Упорство, любви, счастья, здоровья и позитива. Спасибо. На кончике сегодня, всего дня, есть очень удивительное завтра. Вау. Берегите себя. Спасибо большое. Смотрите, друзья, продолжается все. Здесь геоскан, здесь дроны. Но об этом мы уже рассказывали. Это вот у нас много всего интересного. Смотрите, как все искрится. Но это уже мы рассказали. Да? Здрасте. Это для детей, да, Игрушка? Это образовательный продукт. Да, предназначенный для детей разных возрастов. То есть, школьники, колледжи, студенты, вузы. Студенты вузов. Ага. И насколько легко собрать? Смотря какой коптер. Такой собирается буквально за 10 минут. Чтобы собрать такой, понадобится несколько часов. Надо будет запасить свободным временем. Приблизительно 2-3 часа такой собирается. Понятно. Так, а подскажите, сколько стоит вот такая часа? Такой стоит 11 тысяч рублей. А поменьше, побольше есть? Есть только побольше. Соответственно, дальше уже зависит от комплектации. Но цена возрастает, да. Соответственно, 3-4 раза. А он управляется с телефона, да? Да. Самый маленький у нас управляется с телефона. Сам развивает Wi-Fi. Естественно, подключаемся или таймерим. Понятно. А теперь представьтесь, скажите, кто вы. Меня зовут Асибаев Ренат. Я программист из компании Diascat. Отлично. Супер. Спасибо. И у нас здесь не только это все. Да, да, да. Заканчивается день. Вон, смотрите, ветер сильный, дожди. Но это не все. У нас вот есть тут глобальный, огромный принтер. Я такого еще не видел. Здравствуйте. Можно вас вопросы несколько задать? Да, конечно. Значит, расскажите, пожалуйста, вот о вашей технике. Но сначала представьтесь. Я Чудин Михаил Алексеевич, ученик 10-го класса 241-й школы. Это ваш проект, да, студенческий? Да. Мой и нескольких еще людей и научного руководителя. Наш размер. Максимальный размер этой конструкции 6х6х6 метров, может быть. Ничего себе. Но там придется очень сильно усилять все, что только можно. Ну, то есть, нам придется больше толстину всего этого делать. И экструдер, вероятнее всего, придется. И по нашим прикидкам, он будет почти что год печатать полный куб. А, понятно. Ну, нам нужно было распечатать несколько моделей в рамках школьного кружка. То есть, нам хотелось напечатать мебель, которая была сделана фотограмметрией. То есть, мы буквально использовали кусок кустилина. Так, я беру стружку из крышек и бутылок, которые обработаны на экструдере. Вот. После чего беру форму. Смотри. Вот такую формочку. Красивая форма. Сердечко. Да-да-да. Делай мне сердечко, я подручек подарю. Прижимаю здесь, прижимаю здесь. И начинаю при помощи поршня впрыскивать туда расплавленный пластик, разогретый до 200 градусов. Теперь понимаю, что все хватит. Обратно откатываю, раскрываю. Форма заполнена. Ждем, когда она немножко подостынет. И получается вот такая красота. Достаем оттуда поделочку. Это обратно. Сердечко мы берем и обкусываем. Изделие готово. Сейчас ему нужно немножко остыть, потому что он пока еще жидкий. И кладем его, допустим, вот сюда. Остывать. Круто. А это экструдер... Он что делает тут? То же самое? То же самое, только вот здесь я кручу рукой. А, там гидравлика. Да, делает это все по нажатию кнопки. Посерьезнее, да? А вот про 3D принтер вот этот большой, ты можешь сказать несколько слов? Это может сказать этот человек. Если вы не древюйте, лучше знать его у основателя, вот Антон. Антон! Ой, здрасте. Вы беседуете, как раз таки рассказываешь. Можно прицепить на себя? Давайте попробуем. Мне повешают вам? Рассказывай. Мне вообще не понравилось вот это изделие. Я на самом деле рассказывал сейчас про образовательную франшизу, которую мы готовим. Это франшиза, связанная с... Прецепти еще раз. Меня зовут Антон, я сооснователь и CEO сейчас на Intime Recycle. Вот, Intime Recycle это компания из Петербурга. Мы занимаемся производством классного продукта из переработанного вторсырья. Мы занимаемся производством установок для переработки. И мы занимаемся образованием в области устойчивого развития. Мы сюда привезли какие-то примеры продуктов, которые мы делаем из вторичного сырья. Мы делаем их для розничного покупателя. Мы делаем его для крупных компаний в качестве мерча. Мы сюда привезли 3D-печатную мебель, которую печатаем на 3D-принтере, который разработан у нас. Это мебель бренда Ябурет Студия. Это 3D-печать из вторичного полистирола. Вот. И мы сюда привезли комплекты установок, которые мы разработали и сами производим. А 3D-принтер тоже разработали? 3D-принтер тоже мы разработали. Ты делала? Частично. Вот. То есть я в какой-то момент был главным инженером, а в какой-то момент Захар был главным инженером этого принтера. Вот. Этот принтер разработан при поддержке фонда «Содействие инновациям». Это большая роборука, зоны печати 2х2х2 метра и производительность 30 кг в час. Печатает из переработанного полистирола. Вот. А здесь у нас с собой линия по переработке компактная, которую мы возим с собой и демонстрируем, как переработка устроена. Здорово. Спасибо. Пожалуйста. Бибель. Дорогие друзья, практически закончился форум, точнее не форум, а этот фестиваль. Я их на среда 2021. И я вам говорю, мы сегодня уже завершаем все, ставим точку. Но это на самом деле не точка, а многоточие. Смотрите на моем канале, как мы создаем новую технику, уникальную, которой нет аналогов в мире. И подписывайтесь на канал. Завтра будет интересней. Пока. Ну, правда красиво? Приглашаю вас на Кавказские минеральные воды. Познакомитесь со мной, отдохнете. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. , которая верх...